Осенью 1942 года к началу к нашему двору подъехали немцы на Душевутке и стали искать дядю Масима. Аида Киреева рассказывает воспоминания своего детства. Ей было 9 лет, когда фашисты оккупировали Армавир во время Великой Отечественной войны. Захватчики увозили на расстрел её соседей. В памяти замученных мирных жителей и посвящён музей, который открылся в нашем городе 1 мая. Для Краснодарского края он уникален и рассказывает о жертвах оккупации и холокосте евреев в Армавире и ближайших районах. Аркадий Халкатьянц – потомок евреев, которых уничтожили фашисты во время войны. Экспозиция музея памяти тронула его до глубины души. Наших дальних и близких родственников, их тоже коснулся тема холокоста. Попав в этот музей, я до глубины души в связи с этой обстановкой понимаю, какая ситуация вообще складывалась на тот момент. Здание музея также является уникальным. Это бывший еврейский молитвенный дом, единственный из сохранившихся на Кубани. Музей памяти создан на деньги президентского гранта, который выиграла Краснодарская краевая еврейская национально-культурная автономия. Многое сделано и на собственные средства членов организации. На деньги, выделенные грантом, была произведена охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, музейные витрины, стенды, которые висят на стенах. Нашими силами софинансирование было. Это вот эти все фотографии, документы, книги. В музее представлены имена и истории людей, которые оказались под гнётом фашистской оккупации. Это судьбы расстрелянных, выживших, эвакуированных граждан, а также примеры братской взаимопомощи и спасения людей разных национальностей. Во время подготовки экспозиции создатели музея сделали важное историческое открытие. По сведениям Госархива, наш обелиск, который возведён в районе Красной Поляны, там захоронено, погибло 6680 жителей. В том числе, по справке, 525 людей еврейской национальности. Мы же имеем на сегодняшний день документальное подтверждение, что там захоронено не 525 евреев, а 3000 евреев. Музей памяти могут бесплатно посещать все желающие. По воскресеньям здесь проводятся экскурсии. Также будут проходить онлайн-лекции и круглые столы для молодёжи. Это очень важно для сохранения преемственности поколений.